Острый политический кризис в Германии. Ангела Меркель сегодня получила ультиматум от партнеров по правящей коалиции Христианско-социального союза. Камнем преткновения стала проводимая в отношении мигрантов так называемая политика открытых дверей. Как говорят в ХСС, если канцлер в ближайшие две недели дверь слегка не прикроет, это может стоить ей кресло. За ходом событий наблюдает Иван Благой. Канцлер в нокдауне, рефери отчитывает секунды. В Германии звучат даже такие сравнения. Нынешнее правительство существует-то всего каких-то сто дней, а уже на грани краха. С Меркель разговаривают языком ультиматумов. Причем кто? Ближайший союзник. Министр в ее кабинете. Глава МВД и председатель Христианско-социального союза Хорст Зийхофер. Уволить его без риска для себя она не может. А он грозит использовать данную ему власть, чтобы разворачивать мигрантов прямо на границе. Речь идет, например, о тех соискателях убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, но предпочли поехать в Германию. Я полон решимости реализовать все меры, если переговоры на европейском уровне на саммите ЕС не приведут к успеху. Саммит ЕС состоится 28-29 июня. Получается, до конца месяца Меркель должна обсудить все вопросы с европейскими союзниками и сделать то, что не удавалось ей три года, найти решение вопроса с беженцами. Сегодня канцлер в Берлине разговаривала с руководством своей партии, получила поддержку и от позиций своей не отступила. Мы убеждены, что несогласованный запрет на въезд мигрантов в нашу страну, расположенную в сердце Европы, приведет к негативному эффекту домино и в конечном итоге поставит под вопрос европейское единство. Меркель стоит перед выбором ссора с ближайшим политическим союзником и риск вылететь из кресла канцлера или же конфликт с партнерами по Евросоюзу, уже с геополитическими последствиями, если Германия по такому острому вопросу, как вопрос беженцев, снова будет действовать в одиночку. Куда поедут те, кого не позволят пересечь немецкую границу? Это и есть та надменность, которая привела к тому, что другие европейские страны, особенно южные, говорят, эти немцы постоянно указывают нам, что делать. Теперь они грозят нам пальцем. Не вздумайте. И тут в лавку ворвался слон в правительственный кризис во внутригерманские дела. Напрямую, конечно же, через твиттер вмешался президент США Дональд Трамп. Народ Германии выступает против руководства страны, в то время как миграция раскачивает и так хрупкую берлинскую коалицию. Преступность Германии растет. Большая ошибка была сделана по всей Европе. Позволить приехать миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили ее культуру. Возникает чрезвычайно сложная ситуация. В Баварии осенью выборы. За избирателей и консерваторов борьба идет даже с помощью развешивания на входе в госучреждения распятий. Голоса баварские союзники Меркель завоевывают и жесткой позиции в вопросе беженцев. Но как по щелчку пальцев убедить европейцев принять тех, кого не примут немцы? Именно в этот момент удар из Вашингтона. Я думаю, что Трамп просто раскалывает Европу. Многие страны все-таки поддерживают больше Америку, чем Германию. Именно в этом подходе. Сегодня вечером в Берлине Ангела Меркель принимает нового премьера Италии. Именно эта страна недавно не пустила к себе судно «Аквариус» с более чем 600 мигрантами, подобранными в море. Мальта тоже закрыла свои порты. Ну а дома в Германии пресса цитирует личные высказывания Зейхофера о канцлере «Я не могу работать с этой женщиной». Слова были произнесены якобы дважды в кругу однопартийцев. Это история Меркеля и Зейхофера. Они друг друга не любят все время, что знают друг друга. Их улыбки фальшивы. Только что Зейхофер уволил главу ведомства по миграции Юту Корд за откровенный бардак в Бременском отделении, раздававшем статус беженца направо и налево. В начале июня страну потрясло жестокое убийство и изнасилование 14-летней Сюзанны Фельдман из Майнца. Предполагаемый преступник со всей семьей, родителями и пятью братьями и сестрами по документам на другие имена беспрепятственно сбежал в родной Ирак. Его чудом удалось вернуть уже оттуда. Ну а эти кадры из Кёльна. 29-летний уроженец Туниса в своей квартире, по всей видимости, работал над созданием биологического оружия. Издание Бильд со ссылкой на одного из следователей пишет на находке почти готового взрывного устройства. В квартире обнаружен сильнодействующий яд рецин. Противоядия не существует. И тем не менее, в пользу Меркель в этом конфликте и до сих пор ее безальтернативность в партии, и то, что угрозы со стороны того же Зейхофера и ХСС вообще-то случались и раньше, без драматических последствий. Политическую карьеру Ангела Меркель столько раз хоронили, что каждую новую попытку действительно стоит уже воспринимать с долей здорового скепсиса. Правда, это абсолютно не означает, в этот раз канцлер выйдет сухой из воды. И вам благой Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Анна Шаргатова, Первый канал, Берлин.